Восемь проектов стоимостью 25 миллионов рублей реализуют в Сарове в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Новые пространства появляются на базе учреждений молодёжной политики и спорта во дворах и на общественных территориях. Всего в прошлом году на областное финансирование претендовало 20 проектов. Среди направлений есть и приоритетные, а именно те, на которые по статистике финансирование выделяют чаще. Всё большей популярностью в грантовой программе пользуются общественные пространства. Удивительно, но на втором месте находится благоустройство именно общественных пространств. А благоустройство дворовых территорий всего из 526 – это 17 проектов, из них 4 саровских победителя. То есть это о чём говорит? Что на благоустройство дворовых территорий тоже деньги практически в рамках проекта «Вам решать» не направляются. Почему? Потому что есть другие источники финансирования. Это федеральный проект формирования комфортной городской среды, где почти все районы участвуют и именно занимаются благоустройством дворов. Победили в конкурсе около 40 проектов, направленных на усовершенствование инфраструктуры школ и садов, ремонт асфальтовых покрытий, спортивных площадок, детских веранд и так далее. В этом году предложить свой проект можно по таким направлениям, как «Всю лучшая детям», «Молодёжная политика», «Спорт для всех», «Общественные пространства», «Наши дороги», «Наш двор», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива». Ещё необходимо отметить, что мы знаем, что 2024 год – это тот год, который предшествует 80-летию Победы. И мы тоже понимаем, что одно из первых мест, и я думаю, что даже конкурсная комиссия не будет отсекать те проекты, которые направлены будут на благоустройство различных мемориальных комплексов, которые посвящены памяти защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. Это, опять же, проекты, которые будут касаться благоустройства вот таких общественных пространств. Общая сумма предложенного проекта не должна превышать 4-5 миллионов рублей. В этом году на реализацию проекта регион выделяет 1,2 миллиарда рублей. Чтобы принять участие в проекте, необходимо сформировать инициативную группу не менее 10 человек, не моложе 16 лет, организовать сбор подписей в поддержку конкретной инициативы, оформить проект по установленной форме и направить его в администрацию Сарова. Администрация города дальше рассматривает данные все предложения и обеспечивает их надлежащее оформление с точки зрения обеспечения защиты уже в Министерстве внутренней политики. Защита данного проекта в Министерстве гарантирует то, что он будет выдвинут на конкурсный отбор, но все решает конкурсный отбор. Это онлайн-голосование. Прием заявок и консультации осуществляет Департамент городского хозяйства. Телефоны для справок 977-68 и 977-97.